В сильный мороз арчанин Евгений Коньков, казак хутора Орский, взял в руки инструменты и вышел на улицы города, чтобы расчистить их от снега и наледи. Он считает, раз коммунальщики не могут выполнить свою работу, то сделает это сам, чтобы обеспечить комфортные условия для горожан. Первой остановкой Конькова, несмотря на то, что у него поднялась температура, стал пешеходный мост, а вместе с ним и лестница, в районе шестой школы. Этот участок покрылся настом. Это оледенелая корка на поверхности снега. И ходить тут стало почти невозможно. Лед долблю, чтобы людям было хорошо ходить. Здесь бабушки ходят, падают. У меня матушка тоже старая, двалит. Вот мы платим, как правильно это называется, налоги. Ну куда смотрит правительство. Я сейчас это долблю, я же потом пойду дальше долбать. А чистить снег и налить во всем Морске Евгений Коньков, к сожалению, не сможет, даже при всем желании. Однако он призывает коммунальные службы обратить внимание на эту проблему, которая возникает каждый раз с приходом зимы. Обратите, пожалуйста, внимание на ЖКО, на ЖКХ, как это правильно называется, я не знаю. Просто по-людски относитесь. Хватит миллиарды, миллиарды там что-то воровать. Мат нельзя, да? Вот, извините за мат. Вот, депутаты, пойдемте со мной подолбим. Евгений Коньков показал хороший пример жителя Орска, которому не безразличен родной город. Вот только жаль, что его примеру не следуют коммунальщики, в чьи обязанности входит очистка дорог от снега и наледи. В пресс-службе администрации Орска мы уточнили, в чьей зоне ответственности территория пешеходного моста в районе 6-й школы. Оказалось, что этот участок обслуживает Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Орска. Мэрия направила заявку специалистам. Будем верить, что ее отработают. А также продолжит следить за состоянием дорог не только после публикации в СМИ.